всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала сегодня в моем обзоре пойдет речь про такую небольшую как бы сказать химию для спиннинговых удилищ на данный момент это получается ваксы или в воски как их можно назвать для стыков спиннинговых удилищ подвергла меня на это вот видео скажем так комментарий человека который вот недавно у меня вчера оставил комментарий под видео по обзору спиннинга black hole hitman он у меня видео увидел на столе лежала вакса для стыков удилищ и вот он не написал вот ник у него мистер хардой может быть я ошибаюсь извиняюсь если неправильно прочитал в английском я не силен вот он попросил снять обзор про ваксу бренда лун граффити лин фирай вакс да даже трудно про прочитать аж это язык заворачиваться ну вот у меня скажем так я пользую пользуюсь двумя типами вакс один вот такого бренда лун другой энджелерс имидж вот такой то есть вот что я хочу сказать вот про эти две такие ваксы 1 действительно как бы вакса в прямом значении этого смысла другая получается как бы ну не вакс от действительно как бы воск или как как свечка парафиновая вот такая получается больше похоже как на парафин на воск то есть она скажем так вот не мажется ничего она просто как бы в таком сухом виде ну сейчас я это все покажу и продемонстрирую и попытаюсь рассказать свой личный взгляд и видение вот на это вот на все то есть я какой-то период времени долгое время не уделял внимание вот таким вот скажем так приспособлением скажем так химиям для спиннинговой ловли и все по старинке рыбачу возил с собой салфеточки протирал спиннис этой стыке удилищ там ватные палочки все это чистил чтоб песок не попадал скажем так что это да действительно и нужды в этом как бы я не знал в этой всей химии все вот это было да после рыбалки конечно бывает во время рыбалки стыки начинают ну как бы слетать или бывают кинешь и колено отлетела со всеми этот момент я думаю был бывает потом снимать начинаешь там аж заклинивать аж со помнили или снимаешь ну и все таки я вот не выдержал решил попробовать что это вот за химии химии это у нас есть такой на магазин на холостовый магазин интернет магазин у нас в хабаровске target 27 не обычно там покупают для вязания материал аксессуары всевозможные вот и решил там как бы прикупить вот такие вот две ваксы то есть мне там магазине посоветовали вот такую как бы воск сухой но я все-таки для пробы взял и реально вакс вот сейчас мы это посмотрим здесь у меня уже половины ваксы нет вот я поделились мы с другом напополам все это дело потому что одному как бы всего такого как бы коробочки очень даже много от этого мы решили эту ваксу разбить с другом напополам вот этого более чем нам достаточно выглядит она вот в такой вот упаковочке как она называется вот видите она сухая как воск как парафин где даже края не отлетает пользоваться и нужно вот таким вот моментом он берется стык удилища и просто вот натирается вот таким вот образом и все как раньше помните будет такой нужная масть была такая как бы сказать как пластилин ее нужно было утюгом еще желательно проходить по лыжи а была такая как парафин как воск натиралась просто на лыжу здесь примерно то же самое то есть она какая-то белого цвета действительно как бы она в руках видите не пачкается ничего она такая сухая руках ничего никаких следов не остается на пальцах она такого сухого типа и просто натирается что это нам дает одевается как бы когда вы надевается и второе колено расстояние вот это вот оно конечно увеличится то есть она дает какой-то сверху небольшую как бы сказать пленку да соответственно кончик спиннинга уже до конца наоборот при применении вот этого сухой ваксы до сухой ваксы она чуть-чуть дальше остается то есть до конца но не так присаживаться как без нее получается как бы более мягче идет и когда ты снимаешь как бы сказать второе колено то она не закусывает как бы у вас всегда она снимется не нужно будет там на выкручивать или чего-то вот именно это сухая ваксы она все-таки трудновато это все дело делает короче с ней лучше чем без нее но эффект такой все-таки получается жестковатый она дает сверху такую пленку до конца не доходит и все-таки как бы сказать более такая грубо все-таки тяжело снимается как бы вот второе колено с применением вот это вот сухой ваксы но зато руки у вас как бы сказать не испачканы не измазаны ничего в принципе я бы сказал на худой конец как бы сказать ну пойдет вот грубо говоря вот такая вот сухая ваксы с ней лучше чем без нее вот ну и теперь я расскажу вот про такую вот ваксу фирмы лун как называется читайте уважаемые сами что вы говорить я просто не могу и только могу прочитать что лун и все выглядит она вот таким вот образом чем-то напоминает скажем так действительно ту ваксу который раньше чистили в армии сапоги вот по факту если ее взять мазнуть на палец видите она она как пластилин видите она пачкается вот что у меня происходит с пальцем я там читал описание сделана она на основе графита то есть принципе материалы какая-то присадка мне находится она по консистенции очень близка к тому из чего сделаны как бы наши спиннинги то есть это как бы график графитовая тома в этой ваксе присутствуют графитовые составляющие присадки вот палец так пачкается конечно неприятно с такими испачканными пальцами ходить вот от этого мне вот и в магазине не рекомендовали фирму лун но так ли это плохо что вы испачкаетесь на самом деле вот в самом деле это не так плохо вот у меня стык другого удилища уже вот это как раз у меня в руках hitman black hole на нем применена вот это вот вакса лун то есть поначалу как бы да вы как бы когда нанесли она будет когда вы трогаете будет пачкаться но потом после какого-то использования два-три раза вы одеваете колено видите я уже прикасаюсь как бы стыку видите палец не пачкается вот когда она уже как бы втерлась такая все видите даже вот так вот вожу слегонца вот видите тоже вот пальцы не испачкались но если конечно сильно вот так вот силой видите я уже протер то какой-то конечно след остается что она испачкалась видите то есть вот но пользоваться ей намного лучше то есть она вот прям более такая мягкая как пластилин стык удилища одевается намного плавнее и что интересно вот с этой вакса он наоборот проваливаться еще дальше если допустим вот это вакса наоборот какую-то жесткую пленку наносит какие-то микрометры да и до конца стык не доходит тот с этой вакса на как с пластилином как со смазковой еще дальше заходит там безо всяких усилий проваля проваливаться еще ближе вот в этом стыке и снимать с такой вот в акции намного приятнее чем сухой то есть снимается очень плавно нет никаких закусываний заеданий то есть применять я рекомендую вот эту ваксу то есть неудобнее единственный и минус это вот пачкается она понимаете но когда вы уже несколько этих сделаете скажем так разъединение соединение или излишки уберете то я вот вам показывал видите уже прикасаются никаких испачкываний нет но в принципе все рыбаки с собой как бы носят какие-нибудь там салфеточки да там не знаю там тряпочки от этого можно на природе руки помыть ну помыть конечно от этой ерунды она не смоется водой ну как смоется но не очень лучше чем чего-нибудь вытереть скажем так наносится на вот таким типом берется вот на палец это сейчас вам показываю хотя мне она не надо мазать вот таким вот образом она вот натирается вот наверх стыка по всему диаметру ну это я так вам просто для примера показываю когда вы потом оденете колено первый раз второе да здесь вот лишь излишки все они как бы слезут то есть излишки будут скапливаться вот здесь его основания на втором колени и здесь сразу же думаете все излишки салфеткой вот так вот по кругу уберете еще раз оденете все излишки уберете несколько раз так пристыкуете раз пять чтобы у вас уже все туда втерлась как надо чтобы уже не пачкалась и уже можно будет уже смело ехать на рыбалке и не опасаться что если вот так вот прикоснете что вы испачкаете пальцы то есть вот это вакса намного мягче намного приятнее намного глубже осаживать вот этот это соединение и не так сильно она будет это выскакивать то есть мой взгляд что она намного лучше чем вот вот вакса виде воска скажем вот лично я вот рекомендую вот этот бренд лун может быть еще какие-то там а есть разные бренды я не заморачивался мне этого лично более чем хватает скажем так от этого как бы вот не буду вам говорить про все остальное вот единственное что вот еще есть у меня такая химия она вот в стороне лежит но про нее еще пока не могу не сказать ничего сказать это тоже бренд лун айс офф паста то есть это вот читайте сами название эта штука предназначена для того чтобы минусовую температуру как бы чтоб шнур не обледеневал то есть обрабатываются кольца обрабатываются шнур она дает как бы более легкая скалы скольжение до чтобы вылетал шнур до дальше и чтобы он у нас не обледеневал я пока по факту в этой штукой не пользовался не знаю вам как это сказать то есть врать не буду то есть поможет эта штука не поможет вот хотя сейчас можно и в теплое время сейчас вот в весеннее в летнее просто попробовать как она будет это все смазываться как она будет вылетать шнур и потом уже затестировать как бы сказать уже по холодным температурам потому что часто приходится ловить скажем так в нагорных реках когда уже идут забереги минусовая температура то есть рыба начинает в этот момент катиться то есть получается самая жара химия очень интересно ничего подобного я не видел выглядит она вот так вот как бы сказать она относительно вот мягкая если пальцем надавить но есть один такой нюанс как только вы прикасаетесь пальцем к ней вот так она под пальцем моментально тает и превращается вот на него пикиват скаты как воды видите вот это вот сама беленькая по стадо она прямо под пальцами мгновенно тает вот и образуется видите вот какая на ней сразу же короче как вода сразу же превращается в жидкость под температурой пальцев такая штука интересная действительно скользкая вообще прикольно прям тает под пальцами удивляет сразу же превращается в такую вот воду очень интересная штука хочу попробовать как это все работает потому что тоже устал после каждого двух-трех забросов оттаивать кольца снимать с них вот этот лед шнур во рту оттаивать раскинул потом сидишь пять минут мучаешься с этим обледенением вот вот кому нравится ставьте палец вверх подписывайтесь на канал кому видео понравилось пишите оставляйте свои пожелания вот как человек я видите по его просьбе пришел снять вот такое видео всем спасибо за внимание до свидания до новых встреч уважаемых